Привет, друзья! Будем сегодня с вами разговаривать о бачке от компании GeekWave под названием Amid. Не буду рассказывать всякие там его технические характеристики, потому что миллион текстовых обзоров и всего такого прочего и видео обзоров можете посмотреть сами. Я хочу рассказать вам о непосредственно моих ощущениях как человека не искушенного в парении, то есть я не так давно не так много парю, не так много у меня было устройств. Я хотел бы вам рассказать, что, как, как, вот если вы купите, да, как начинающий, с кеми вы трудностями можете столкнуться. Какие плюсы и минусы, как по мне. Так, ну поехали сверху. Первый плюс это дриптип пластиковый, но уже сразу здесь же минус, оринги говно, потому что вот уже оринг один уже порвался. Второй, это такой больше придирка, наверное, но как по мне, это то, что у нас откручивается полностью вот голова для заправки, да, у нас, если я, допустим, привык пользоваться эйсом или криусом у меня, то есть у них заправка, ну, поняли, да, знаете, кто знает, открыли, заправили, закрыли, то здесь надо открутить ее куда-то, девать в руке, держать, то есть как бы по мне неудобно, но при этом большие очень отверстия для заправки. Так, потом сразу остановлюсь по верхней части. Сейчас откручу, секунду. Тоже минус, это то, что вот эти купол, бачка нашего, да, и стекло, очень маленькое расстояние между стеклом и куполом, то есть за счет это, из-за этого, из-за того, что это расстояние маленькое, в всяком случае у меня так, жидкость с большим содержанием глицерина просто застает пузырек здесь и мы начинаем ловить гарики, как бы надо распарить его, чтобы он разогрелся, чтобы стала жидкость более жидкая, глицерин расставил, скажем так, условно, да, и тогда у нас будет все в порядке, тогда начинает нормально уже поступать живо. Это минус, плюс регулируемый обдув, не регулируемый, а то, что он фиксируется, то есть он не болтаться не будет, потому что у меня, допустим, вот в Кривусе, то, что это минус, то он очень вообще просто болтается, он, конечно, не сильно сдвигается, но при этом, ну, редко когда у меня сдвигается, но бывает, а здесь, как бы, он фиксированный, это, как по мне, очень большой плюс. И особенность, почему этот бачок не для, как по мне, не для начинающих, скажем так, бойцов, потому что здесь, казалось бы, очень легкая установка спирали, что проблем нет, вот крутил винты, вставил, закрутил, без всяких проблем, выровнял спиральку, прожарил, и все нормально. Но здесь очень маленькие отверстия для жидкости, для ватки, проточки, и за счет этого необходимо очень, как это сказать, при норовится, при, ну, хотел сказать другое слово, но как бы не буду говорить, укладывать вату, здесь надо подрезать с бубном, в общем, то есть надо наловчиться, то есть с первого раза, со второго, с третьего, у меня, допустим, раза, наверное, если я пробовал два раза, у меня не получалось, на второй раз получилось, вроде бы зафиксировал, но не знаю, сейчас буду укладывать, не буду обещать, что получится нормально, будет ли, может быть, гарики опять, с неправильной ватой. Как бы есть такой момент, нюанс один, из-за этого у нас могут быть проблемы, могут быть гарики. Собственно, больше мне сказать о нем нечего, ну, внизу здесь, давайте я сейчас поставлю вакту и скажу, вообще, скажем так, подытожим все плюсы и минусы. Так, народ, вставил ватку я, какой? Так, во-первых, я не сказал, установлен у меня здесь койл на два с половиной миллиметра, направку фьюзит клэптон обычный, 0,2, 0,3, по-моему, плюс 0,1, по-моему, обмотано канталом и вставил ваточку, ну, ваточку, как всегда, да, плотненько вставляем. Один нюанс какой? Необходимо, чтобы наша, сейчас покажу, поближе, фокусом беда, чтобы ваточку необходимо очень сильно обрезать, то есть, чтобы она была у нас пострижена, чтобы вниз сюда в баночке опускалась совсем чуть-чуть, ну, все-таки, у меня так получилось, то есть, не надо ее плотно набивать, кто-то ее вычесывает, ну, там, прорежает, у меня получилось просто ее сверху, чтобы она, вот видите, у меня вот края здесь обстрижены все, сверху обстриг и с боков подстриг, чтобы она была, как бы, клинышком и, как бы, и, как бы, тогда у нас, ну, у меня, во всяком случае, нормально все запарилось и смачивалось все, пропитывалось жидкостью ватка, все было замечательно, ну, давайте сейчас смочим и посмотрим, как оно все-таки парит, и сделаем какие-то выводы и подытожим, так, все нормально, здесь вот, чтобы внизу у нас в проточке, у нас ватка не должна вообще опускаться, то есть, она просто должна закрывать эти проточки, ну, конечно же, сильно прорежать нельзя, потому что может потом потечь бачок, вероятность большая в этом есть, ну, все, закрываем, да, его, так, вроде нормально все, и устанавливаем сейчас на бак, ой, на мод, и попробуем, так, сопротивление 0,24 Ома, в моем случае, и буду я его парить, наверное, в прошлый раз на этой намотке 50 Ватт, да, сейчас мы его заправляем, чтобы у нас было все как надо, и начинаем парить, я думаю, достаточно, так, давайте подытожим, друзья, бак, в принципе, неплохой, но для не рукожопов, скажем так, то есть, здесь необходимы некоторые скиллы по укладке ваты, установить спираль очень легко, но при этом надо какой-то как-то подракониться, постараться и начать правильно укладывать ватку, минусы, минусы, хреновые резинки на дриптипе, маленький объем бака, то есть, реально, ну, максимум два раза попарить по-нормальному, все, пока нет, потому что он все-таки навалистый, и жиры жрет, как не в себя, бедрами, грубо говоря, по вкусу претензий нет, вкуса дофига, нормально, как бы все замечательно, у меня еще один минус, что, как по мне, надо, вот, кстати, у меня сейчас эта жидкость 50 на 50, тогда нормально, с большим содержанием глицерина начинаются проблемы, начинает застревать у нас в пузырек, в жижеподаче, и все, как бы у нас начинаются проблемы, в принципе, все сделано качественно, допов дофигища, то есть, завалить можно, все поменять, все, комплект замечательный, бачок отличный, стоит относительно недорого, но есть, но со своими косяками, в принципе, достойная штука, мне, допустим, понравилась, несмотря на все его минусы, то есть, главное, приловчиться, укладывать факты, и все будет классно, ну, на этом все, собственно, ставим лайки, подписываемся, пока-пока!